Всем привет, ребят! Сегодня посмотрим, как работает игра Atomic Heart на Xbox Series S. Весь играет 79,7 гигабайт. Игра доступна по подписке Xbox Game Pass, но, к сожалению, в обзор недавно добавленный, когда заходишь, ее нет. Как же ее скачать? Смотрите, у меня стоит регион Россия. Заходите, система, язык и местоподнахождение, русский, русский, русский. Все на русском. Нажимаете прямо на рабочем столе кнопочку Y, здесь вводите, ставите английский язык, A, T, O, M, I, K, и у вас здесь будет версия, как раз таки вот у меня установлена, у вас здесь будет версия с Xbox Game Pass. Все, нажимаете, качаете, устанавливаете и играете. Ну и давайте запустим, ну и посмотрим на саму игру. Игра работает на Xbox Series S при разрешении Full HD с динамическим даже разрешением до 900p при 60 кадров в секунду, но моментами бывает, что и 50 кадров в игре на Series S есть. Это, к сожалению, да. Пока что так, игра только вышла, поэтому ждем, возможно, какие-то патчи, возможно, какие-то улучшения будут. Но пока что на консолях Xbox, PlayStation нет Ray Tracing в данной игре. На ПК он есть. Пока сделали так, возможно, там в скором времени опять же завезут какие-то патчи и можно будет в игру поиграть уже на ваших консолях, Xbox или же PlayStation с Ray Tracing. По поводу настроечек, что здесь имеется? Аудио. Вы, в принципе, видите, что здесь вообще есть. Все плюс-минус подкорректировал под себя. Язык озвучки русский, конечно же, да, ему можно поставить обязательно. Кто бы там что ни говорил, что нет русского языка, ну он и есть. Игра как бы про Советский Союз и чтобы не было русского языка, это как-то странно. Режим для стримеров выключен. Зачем его включать? Я не думаю, что за данные треки, которые в этой игре, будет какая-то, знаете, палка по голове. Ладно, язык русский. Субтитры же написаны включены, субтитры включены. Сила тряски камеры минимально поставила 0.2, потому что это будет мешать. Размытые движения я тоже выключил, потому что это тоже будет мешать. Ну и яркость 1.6. Управление все по стандарту. Здесь я вообще ничего не включал. Вообще можно включить автоприцеливание, если вам будет удобно начать новую игру. Я не запускал еще игру и вместе с вами запущу. Давайте мирный атом. Принять. Совет от Храза. Пропустить мои советы невозможно. Однако следовать им или нет, это ваше не успею прочитать. Если хотите стрелять, стрелять и сходите бить, бейте. Но не стоит напрасно привлекать внимание. Не успел прочитать, какие они быстрые, советуют быстрее. Игра, кстати, довольно-таки, скажем, что очень быстро, но... Быстренько так загрузилась. Продолжить. Ты посмотри, какой графон. Наш комплекс Челомей изначально создавался с позиции заботы о комфорте... Ты смотри, как красиво. Это перчатка разговаривает с ним. Музыку слышите на фоне? Класс. Вообще класс. И вот эти вот отражения, это не ретрейсинг причем. Как здесь будет смотреться с ретрейсингом, это вот интересно. Красиво ты посмотри. Да, динамическое разрешение будет у вас 900p 60 кадров с просадками до 50, если вы будете где-то на открытых пространствах. Где-то в закрытых местностях какой-то, где-то в каких-то помещениях. У вас в игре будет стабильный Full HD и практически всегда стабильные 60 кадров, чтобы вы понимали. Роботы, смотри. Класс. Ну так, кстати, здесь заметно, что не в Full HD разрешение. То есть видно, что как бы чуть-чуть ниже, чем в Full HD. Дорогой товар, реконсировки не желаете? Блин, прикольно. Вот так бы в жизни было. А с удовольствием... С удовольствием? С удовольствием. Так еще пальцами. Блин, прикольно. Да, классно, классно. Вибрация, кстати, в этот момент тоже, когда ставишь стакан, берешь стакан. Красиво. Смотри, что такое-то гребет чем-то, смотри. Красиво. Сколько же мы ждали эту игру, блин, про Советский Союз. Вот роботы плавают вместе с людьми. Голуби. Погода прекрасная. Красота. Класс. Свинья. Что? Серьезно, свинья? В парке свинья? Что она здесь делает? А, это личная свинья? Что-то, смотри, какая здоровая свинья. Даже не мини-пик, а просто мега-пик. Какой здоровый. Содерутся за ящик, за какой-то. Блин, очень красиво выглядит. Ты посмотри, какие отражения. Без ретрейсинга на консолях такие отражения красивые. Класс. Красиво, очень красиво. Блин, так все просто необычное такое, знаешь. Игра очень, знаете, чем-то напоминает Биошок, возможно. Чем-то Фоллаут тоже напоминает. Потому что Фоллаут у нас здесь, как вот в Фоллауте убирается сложность. Объяснение будет, как в Фоллауте. Как тебе твоя новая перчатка? Лучше, чем старая. Приживаете. Иначе быть и не могло. Очень красиво. Я лично разрабатывал это устройство. Будь с ней аккуратен. Она важнее, чем может показаться на первый взгляд. Так точно, Дмитрий Сергеевич. С берегу. Сейчас отправляйся в лоб. Озвучка, кстати, вот прям озвучка на русском языке офигенная. Прям приятная. А кстати, а озвучка главного персонажа случайно не тот же персонаж, который озвучил Ви? Очень, очень напоминает, кстати, голос его. Возможно, он и есть. Или нет? Иди в жопу, сын. Иди в жопу. Да, видно, что здесь не в HD 900 пи, да. Прям, ну, в открытых каких-то локациях, в открытой местности 900 пи. Так. Теперь можно ходить, да? Я хочу посмотреть на тапочке. Ну, кстати, ну, довольно-таки неплохо. Ну, посмотри, как выглядит всё. Красиво. Листва как. И три осеченого. Цветочки. Можно вас проследовать в сторону центральной площади. То есть даже стелс какой-то присутствует. То есть ты приседаешь, и сразу же экран мутнеет. То есть показывает тебе, что это стелс режим. Смотри, как прикольно. Красиво. Отражения какие классные. Ну, кстати, смотри. Отражение не отражает вот это вот, получается, робота. Только саму машину. Хотя он стоит как бы. Зилок, смотри. Москвич. Москвич. Зил. Москвич. И кругом москвичи. Вообще нету каких-то других транспортов. Блин. Не знаю. Ну, очень-очень необычно на самом деле игра выглядит. Ла-ла. Песни наши советские. Класс. Немножечко чувствуешь, что моментами какие-то, знаете, такие подлагивания. Вот такие отражения. Прикольно. Прикольно. Как туда, кстати, попасть? Ты смотри, там люди гуляют. Как бы парк на воде. Классно. Очень классно. Что делать? Загорает? Вообще. Подожди. Текстуры, кстати, немножечко мерцают моментами. Да, тени такие себе. Здесь нормальные. Ну, тоже мерцают. Тоже мерцают. Видно, что, смотри, прям пожилой человек. Прям такой в возрасте. И даже космос показывают. Классно. Голос такой. Блин, озвучка прикольная. Так, нам сюда. Вот очень, очень сильно напоминает начало Биошок. Очень сильно. Надеюсь, что игра не будет как Биошок. Думаю, будет получше. Блин, красиво все. Очень, очень. Как в Китае. Вы бывали в Китае, товарищ майор? Да где я только не был. Ну, ну, в Китае может и нет. Предприятие 3826 располагается не так далеко от земли союзного Китая. Мне нравится дух этих людей. И говорят там красиво. Красиво. Ну, блин, прикольно. Прикольно. Как посмотреть на все это, на необычное. Прям максимально необычно все. Ну, смотри, вот отражения как бы нет. Вы прошли всю войну, товарищ майор. Просто тень какая-то странная. Ни хрена не помню. После того, очень странно. Ни черта не могу вспомнить. Вертится что-то в голове, а что? Не понять. Домики такие неплохие. Ха-ха. Звучки еще и маты. Наши. Да пошел ты. Здравия желаю. Майор Нечаев по личному указанию товарища Сеченова. Добрый день, товарищ майор. С праздником. С днем рождения коллектива. Класс. Класс. Я безмерно рад. К делу. У меня мало времени. Разумеется. Перед вами будущее советского образования. Нового коллектива. Осталось два дня. До наступления нового коллектива осталось два дня. Класс. Роботы какие-то бегают. Ну, у него, кстати, странная анимация. Будто бы, знаешь, в 15-20 кадров бежит. Этот нормально бегает, то есть анимация. На чем печатает, тоже непонятно. Ну, кстати, отражение есть. Отражение от рук имеется. Класс. Так, ладно. Без головы вообще сидит. Знаю, знаю. Можно пропустить эту премию. Простите. Ну, конечно. В вашем случае потребуется что-то более. Жесть, это как-то кривлялась. Ладно. РБ? Да. Перчатка еще и на логотип на перчатке. Вот эта звезда наша. Класс. Очень необычно. Очень необычно. Ладно. Черешкова еще и фамилия Терешкова. Сканирующие пространство датчики перчатки посредством нейрополимера установили через вашу нервную систему прямую связь с полимерной сетчаткой ваших глаз. Сканер активируется специально предназначенным жестом. Пожалуйста, вытяните руку с перчаткой в сторону интересующего вас направления ладонью вперед. Сожмите все пальцы, кроме большого и указательного. А, она дергается? Это когда ты пропускаешь, я понял. Так, сканер удержите. РБ плюс РБ. Что? Чтобы активировать сканер? А, дважды РБ, понял. Хочу заметить, что это очень удобный жест. Он был разработан нашим лучшим специалистом в области передовой методологии абстрактной интерпретации авангардного абсурдита. Так. То есть, это сканер. Как 2 на 2, я понял. Слушай, заткнись и сканируй. Не мешай разбираться с оборудованием. Блин, озвучка классная. Мне нравится. Так, это ладно. Дорогие товарищи, напоминаем вам, что выступление Академика Сеченова вот-вот начнется. Ну, посмотри, кстати, да, вот этот логотип очень так пиксельно выглядит. Очень пиксельно. Класс. Прям, знаете, такая атмосфера Советского Союза. Прям все передается тебе. Это прикольно. Роботы такие тоже необычные стоят. Это солдаты с советской армией какой-то, смотри. С бляхой, со звездой. Красиво. Все шевелится, все двигается. Флаги. Очень красиво. А, кстати, вот чайки пошли. То есть не было каких-то, знаете, еще новых транспортов. Но тут чайки появились. Ну, вот так транспорт выглядит. Я не знаю, можно ли здесь тут ездить на них или нет. Это вообще называется турбина. Что ржавчина мне показалась? Смотрите, краски здесь нет. Здесь также нет. Все одинаково, да? Ну, как бы да. Да, все одинаково выглядят. Так, это у нас приближать, как к киберпанке. Это у нас сканировать. И все. То есть бежать нельзя ни на какую, да? Очень странно. Тут понятно, опции, все это ясно. Вот отражение, посмотри. Все отражается, но это не рейтрейсинг. Без рейтрейсинга красивые даже отражения. Очень красивые. Люблю это место. Который раз здесь бываю, но не устаю удивляться. Как красиво здесь делается. Наш лифт только что прибыл. Лифт, смотри, вот. Оторжение от лифт тоже есть. Здесь даже есть, ты смотри. Очень классно это все сделали, конечно. А, это лифт все-таки, да? Так, проследуйте в офис Сеченова, да? А что нажать-то? А, все, мы поехали уже, отлично. Я даже не заметил, как я поехал. Отражение. Ты посмотри. Понятно, текстурки, кстати, не совсем высокого качества. Конечно, не все, но есть какие-то прям, ну, очень достойные. Очень достойные. Блин, класс. Я не ожидал, что именно Atomic Heart будет именно такой. Я немножечко его другим представлял. Греется серия СС, к слову, вообще, ну, как бы, плюс-минус, как во всех других играх. Ни больше, ни меньше. Где-то на среднем уровне. Класс. Сканер такой тоже необычный. Все становится каким-то, знаешь, черно-белым. Прикольно. Класс. Давайте дальше пойдем. Конечно, конечно. Вот тоже, смотри, отражение. Конечно, треугольник этот не отражается. Ну, ладно, отражается, но очень странно. Ой, как красиво. Вот те самые близняшки, которые были в трейлерах. Которые многие понравились. Для науки не существует непреодолимых препятствий, кроме болтовни всяких электронных перчаток. Такая же перчатка. Такая же перчатка. Ключик, ты быстрей, как он срегенерировался, ключик. Класс. Он такой маленький. Персонаж по сравнению с ними, ты посмотри. Просто маленький. Ты посмотри, какие небольшие. Они еще стоят, так, кстати, как балерины. Сесть в турбину. Какую турбину? А-а-а. То есть мне дают ключи. Я просто сюда поднялся ради ключа. Все. Обратно спускаться. Ужас. Долгий пролог такой, на самом деле. Прости, сынок, не смог повидаться с тобой лично. Эти репортеры совсем меня одолели. Ну, что скажешь о Челомее? Вы отстроили себе отличный город будущего, шеф. Во всем Советском Союзе такого не найти. Я отстроил его не для себя, а для людей. Человечество стоит на пороге великих открытий. Однажды мы отправимся еще выше, к звездам. Такие воздушные замки перестанут быть просто мечтой. Они будут повсюду и станут отправной точкой в далекие уголки Вселенной. Я лишь помогаю человеку увидеть свое величие. Вы мечтатель, Дмитрий Сергеевич. Фантазии и наука идут рука об руку. Большинство современных изобретений были давно описаны в книжках научной фантастики. Летающие аппараты, космические путешествия, даже роботы. Вы что же, взяли свои идеи из фантастических книжек? Из стремлений и мечтаний, П-3. Человек рожден, чтобы мечтать и созидать великое. Но, к сожалению, в мире есть и те, кто стремится разрушить мечты. И тогда на сцену выходят такие люди, как ты, Сергей, чтобы защитить человечество в его предназначении. Нужно кого-то устранить, шеф? Как спокойно ты об этом говоришь. Надеюсь, до этого не дойдет. Но, обо всем по порядку. Сначала тебе нужно значительно улучшить перчатку. Ты отправишься в лабораторию, где кашлятся в лабораторию, это так приятно все озвучено, так выполнено приятно. Прям, знаешь, ну хочется слушать и слушать. Классно, классно. Графика, отражение, хоть и без ретрейсинга, в который раз повторяюсь. Да, вот эти вот роботы какие-то немножечко заторможены. То есть видно, что у них немножко не хватает FPS. Да. Немножечко не хватает. Классно. Атомное сердце. Блин. Так, ну давай садимся. Давай РБ. Достижение. С днем полимеризации. Прикольно. То есть тебе не нужно ключ вставлять, просто-напросто поднес, и все, он автоматически у тебя заведется, откроется транспорт. Классно, классно. Очень красиво. Пожалуйста, пристегните ремни безопасности. Мы желаем вам приятного полета. А, то есть он меня сейчас возьмет. Да. И с помощью него я полечу. Прикольно. Так, ну радио-то здесь должно быть. И сейчас музыка попрет, да? По-любому. И сейчас музыка попрет наша. Ну прикольно, даже его наотражение в капоте видно. Ну да, вот в левом нижнем углу, видите, там лес. И лес такой мыльный. По крайней мере, это здесь, на серии АСС. Блин, классно. То есть, интересно, какой здесь год? То есть, какой здесь год на данный момент происходит? Советский Союз? Алыхрос? Блин, классно, вообще. Офигенно. Вот, видно, да, как бы, вот мы взлетели, и все остается таким мыльным. Ну, понятно, что это не нужно, как бы, чтобы детализировано было. Это никто не будет, наверное, на внимание обращать. Я говорю, связь шалит. Но спасибо, Гер, что Хаузен. Все инструкции Академик Сеченов мне уже выдал. Классно. Вообще классно. Блин, не знаю, мне очень, очень уже, уже нравится игра. Я еще, как бы, не начал, грубо говоря, в нее играть, проходить, но она мне уже нравится. Скажите, не слышите за труд? А вы вообще хоть кого-нибудь уважаете? Уважаю, конечно. Дмитрий Сергеевич, например. Он меня на операционном столе спасает. А вот всем остальным еще надо заслужить мое уважение. Ты мне лучше уже сказать, какого времени летимно привязаны к роботу Колымаги. Что, нельзя было вызвать с базы реактивный самолет? Перемещение на автомобилях турбина – это дань традиции. Память о том времени, когда предприятие 3826 только зарождалось. И мы ездили на этих машинах в наш первый научный комплекс. Ну ладно, допустим. А почему вашу традиционную Колымагу тащит робот, который носит название Шмель, но на самом деле похож на летающую свинью? На летающую свинью? Вы где-то видели летающих синей? А вам коровы, случайно, не встречались летающие? Вон те, что ли, на Кондоре? Я вижу, там какой-то гений вроде тебя забыл установить забыл. Посмотри, вот якобы как родина-мать выглядит. Или даже как родина-мать выглядит прикольно. Но тоже не сильно детализировано. Но я думаю, мы ближе подлетим, и это будет заметно, что детализация получше станет. Но подгрузки есть, кстати, текстуры подгрузки есть, да, заметно. То есть вот мерцание какое-то видно. Опять же, игра только вышла. Она только вышла. Поэтому какие-то будут выходить патчи, будут все оптимизировать, будут все улучшать, что-то будут добавлять. Вот опять, видите, какие-то тени странно играют. Очень странно. Прикольно. Рука такая, ты посмотри. Какой-то кибер-СССР 2077. Музыка изменилась сразу же. Класс. Класс. Хоть кто-то догадался сделать игру про Советский Союз. Ну вот, серьезно. Столько можно было уже сделать. И только сейчас. Красиво. Ну да. Как бы неплохо все. Все довольно-таки неплохо выглядит. Перед вами мост. Вот Родина-Мать. Проходящий над озером Лазурь и соединяющий два важных полигона предприятия ВДНХ и Сахалин. При помощи железнодорожного сообщения. Основанных на принципах магнитной левитации. Маглит. Передовой технологии конструкторского бюро Челомей. Личной разработки профессора Лебединского. Класс. Ну, будто бы знаешь, ты смотришь фильм какой-то про футуристичный Советский Союз. Снова у нас в деле эта игра. Класс. Блин, очень красиво. Офигенно. И выполнять до 100 заказов в час. Управляемое удаленным узлом нейросети. Коллектив 1-0. То есть тебя здесь знакомят с игрой, тебя знакомят с миром. Показывает, что кого, что в мире происходит. Классно. Там Родина-Мать стоит. Только как-то странно она установлена на какой-то апостамент непонятный. Роботы все таскают. Ты посмотри. Сейчас мы пролетаем над солнечными фирмами. Ну, деревья такие себе, да. И ты, знаете, низкого качества. Низких текстур вообще. Но, кстати, вот эти все моменты пропустить ты никак не можешь. Как бы ты не хотелось, чтобы ты не нажимал, эти катсцены ты обязательно должен посмотреть. Поэтому я пристану запись. И чуть позже мы продолжим, когда уже будет основной геймплей. Вот и начался геймплей, самое основное. Вот сейчас будет интересно. Вот сейчас это будет как раз таки и интересно. Да, моментами, кстати, есть такое чувство, что просадки до 30 кадров. До 20 с чем-то даже. Смотри, руль отвалился. Класс. Такой этот, блин. Вы посмотрите, послушайте, какой просто-напросто голос у робота. Просто-напросто голос какой. Смотри, такой электронный. Прям максимально электронный. Все, началось. Озвучка классная, классная озвучка. Как это и в Киберпанке было. Наш подъем продолжается в штатном режиме. Сейчас к нам приблизится летающий робот Дрофа. И произведет магнитную буксировку. Дрофа, то есть даже видите, как бы название роботов, название всяких компаний. И они прям, то есть такие советские. Пожалуйста, помогите. Держите меня. Да какого хрена? Бам! Взрыв. Красиво. Пиздец! Ха-ха-ха-ха. Озвучка класс. Озвучка вообще стоит того. Офигенно. Atomic Heart. То есть видите, вот буквально 30 минут. Это начало игры, которую ты не можешь никак скипнуть и ты должен 30 минут проходить обязательно. Это твои, так сказать, твой пролог в игру. Красиво. Какая-то воздушная тревога, СССР, вон даже на этом. Наш персонаж, он как выглядит. Класс. Ну, борода такое себе. Очень странно она, конечно, выглядит. Очень странно. Какая-то она вообще реально необычная. Это можно пропустить? Нет, кстати, ты это пропустить не можешь. Ты это тоже обязательно смотреть. Майор Нечаев С.А. Красиво. Очень красиво. Для создателей, как бы, наполовину русских, как я понял, это довольно-таки красиво. Чёрт, как же болит башка. Класс. Мне нравится. Ну, деревья такие, конечно, себе. Очень заметно, что низкого качества. Огонь, как бы, тоже такой себе. Вот на, вон там, каком-то теле. На транспорте, на колесе. Ну, такой он себе, конечно, да. Топор, топором начну. Класс. Топорик в деле. Чувствуется, что здесь не совсем 60 стабильные. Прям, ну, как и говорилось ранее, 50 кадров. Вот такой огонь. Чтобы и так он не виден. И всё это я не училась уже давно. То есть, он 2D-шный, что ли? Вообще странно. Ладно. То есть, тут можно даже конечности трубать. То есть, напрягаешь руку на ЛТ, отпускаешь, и он на конечности рубит. Прикольно. Точно, Дмитрий Сергеевич. Объект операции. Класс. Можно просто обычный удар ведет. Смотри. Просто разрубается на куски. Просто на куски тела разрубил. На куски. Да, да. Конечно, по FPS, конечно, хотелось бы получше. Просто она просто проседает FPS. Это очень заметно. Прикольно. То есть, на конечности полностью можно разрубить человека. Пожарная машина, опять же, вон. Солдат какой-то. Курица как бегает. Блин, очень-очень это лагает. Прям заметно. Всё, курицу убил. Какое-то взаимодействие можно... О, свиньяка. Всё. То есть, два удара, она ещё вас атакует. Так, вниз. Это что у нас делает? Вниз стрелочка у нас ничего не делает. Вверх, по бокам у нас просто показывает, какое оружие имеется. Хорошо, я понял. Так. Это роботы. Ну, давайте погнали. Помесим их. Так. Нажимайте РТ на несение слабого удара. РТ на несение мощного удара. Это понятно. Я уже это как бы и так без вас понял. Слушай, ну... Боёвка, боёвка, оно как бы примитивное. Напополам просто разрубил. Класс. Опять свинюка. Ты посмотри какая. Откуда столько свиней? Мы же, я не знаю. Это чего, блин? Почему в России столько свиней много в Советском Союзе? Такие вот. Текстуры травы, листьев. Да, вот, блин, чувствуется, что не хватает вот прям кадров. То есть, нет стабильных 60 кадров. К сожалению. Хоть и до 900 пи даже разрешение опускается, все равно у тебя, блин, 50 кадров. Странно, конечно. Блин, наш себе. Эй, Турчатка, слушая вас, мое. Что известно об объекте заданий. Блин, смотри, голова. Можно взаимодействовать, но просто-напросто кровяка будет и все. После чего был отправлен на принудительную работу в комплекс водилы в качестве заключенного. Понятно. Разберемся. Без чего начать поиск. В данный момент... Что это? Ух ты ж. Твою мать, ты отвали ты. Трупаки какие-то. Откуда здесь трупы? А, типа может хочет меня тут даже запихнуть. Ты смотри. Ну давай драться. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, полицию как получил. Я как бы сейчас несколько таких роботов убил, и почему-то не могу одного отмудухать. Что за бред? Опа. Вилами в голову. А это та самая бабка, да? Да. Ну бабка тоже так все выполнена. Немножечко лицо какое-то странное у него. Не так хотелось бы что-то выглядело. Да так мимо проходил. Ты кто такая, мать? Я? Я Зина. Баба Зина. Зина, баба Зина. Ладно, понял. А что у вас тут происходит? Погибших много? Если ты не заметил, машины накидываются прямо на людей, и те, кто не успел скрыться им... Каюк! Озвучка классная. У тебя есть еще? Очень классная озвучка. У меня есть. Но я тебе своей не дам. Под нами есть комплекс. Вот спустишься туда, там и оружие найдешь. Комплекс? Вавилов? Мне как раз туда. А он прямо под нами. Я тоже туда еду. Там вроде безопасно. Ой, что-то началось. Что-то тебя. У нас 30 секунд. Двигаем? 30 секунд до чего? До полного пиздеца, блядь, сынуля. До полного пиздеца. До полного пиздеца. Вот это. Вот это фраза. Вот это. Такая самая эпичная фраза, ради которой многие хотят от Эмми Хард поиграть. Ради этой бабульки. Ха-ха-ха-ха. Блин. А что делает? Сейчас стрелять начнет, да? Вот в этом моменте, вот в этом моменте как раз таки просадки на всех консолях до 30 кадров в секунду. Здесь слишком много экшена начинается, и консоли просто-напросто не вывозят кадры, не возят картинку в стабильном 50-60 даже кадрах. Тут 30 кадров как раз таки. А это у тебя откуда? Ты, молодец. Может, лучше я? Ключ держи. А я уж тут сама. Ты посмотри. Сейчас фуф. Класс. Блин, ну вот эти моменты, кат-цены офигенные. Да, и там роботы, конечно же. Робот, кстати, чем-то из биошока напоминает. И лифт. Все, поехали, да. Почему-то я так и думал, что будет. Все, как вы видите, кат-цена прошла, и сразу же заметно, что 60 кадров уже более-менее стабильны. Да и к тому же тебя игра подготовила уже к тому, что ты будешь в закрытом помещении, и здесь уже у тебя будет 60 кадров. То есть, как бы, тут все понятно пока что с оптимизацией. Она такая, знаете, ну, на среднем уровне. Сжигалку закурил. Ты посмотри на него. Вот, вляпался, блядь. Сохранение. Так, у нас топор. Топор. А мне нужны патроны, потому что сейчас по-любому начнутся какие-то роботы. Так. РБ. Маленькая капсула с непремум. Нажмите А, чтобы прыгнуть. Это понятно. Так, этого добиваем. У него лутаем. Синетический материал. Деталь из металла. Не прополимер. В любом случае, я думаю, что здесь будет какой-то, ну, то есть, из этого лута можно будет что-нибудь, да, и крафтить себе. В любом случае. Вы отпустите меня от земли! Куда? Что? Наверх? Говорят, эта игра вроде как не сильно линейная, то есть, здесь есть открытый мир. Он чуть позже открывается, но он есть. Так, это что у нас? Часы разобрал, вентиль зачем-то забрал. Вообще непонятно. Так, зачем что-то, кстати, забрал? Внешне сюда. Очень странно, зачем этот вентиль забрал. То есть, тоже какие-то аудиозаписи можно будет послушать. Так, РБ, да. А, вот, зачем вентиль. Сюда, то есть, его нужно открыть. Ой-ой-ой, не успел. Все. Его забрали, и дробовик у нас остался. Ну, как понятно, да? Ты же должен как-то оружие себе получить, чтобы убивать роботов. Ты посмотри. Тут тоже отражение присутствует. Так, нажмите Х и удержите, чтобы открыть меню. Так, это у нас что? Это маленькая капсула с непримом. Мгновенно в основном 50 и незадоровье. Это у нас швед. Ну, типа топор. Логично, как бы. Урон показывает скорость атаки, дальность урона заряда и скорость заряда. Ну, и, конечно же, дробовик. КС-22Э. Емкость магазина, урон, скоростность эргономика, контроль отдачи, уменьшение разброса. И тут пока что у нас пусто, да. Увеличить слот. А, то есть чисто под оружие, понял. Хорошо. Один патрон. Один патрон, серьезно? Один патрон? То есть я одним патроном должен что-то сделать. Безопасная зона. То есть где телефон, это значит безопасная зона, да? РБ? Это скресосохранение? Да. То есть телефон как резинтывали. То есть ты берешь и сохраняешься через... Ну, там не через телефон, там через печатную машинку, но что-то тоже наподобие такого. Прикольно, прикольно. Три патрончика, отлично. То есть теперь теперь немного лучше. Упреждение значит... Упреждение значит защищен. Хорошо. Ой, ой, какое управление удобное. В стрельбе. Да можно зайти, нет? Энергетического всплеска особенно мощных. Так, это понятно. Это лутается все. Так, давай-ка мы полутаемся. Лут, вот именно лутание в игре максимально-максимально простой. Зажимаешь РБ, просто вводишь в округе, по шкафчикам, по всяким разнообразным местам, и у тебя будет лутаться. Ну, как бы, очень просто. Какие-то непонятные чего. Он помещает предмет, помещаемый внутрь своего пространства, и возвращает его исходный размер в момент извлечения. Чудеса науки. Фантастика. Прикольно, что он часы так разбирает, выкидывает, и у тебя остается в руках нужное тебе именно. Это прикольно. Именно моменты лутания прям очень-очень классно выполнены. А давайте, знаете что, попробуем? Давайте их зажмем, переключимся на топор и попробуем вот бахнуть. Просто, все, и просто, и не будет взрываться. Ну, ладно, как бы, как бы, ну и понятно. Ну что, ребят, как-то вот так вот работает игра Atomic Heart на Xbox серии АСС. При разрешении 1080p, 60 кадров в секунду, с просадками до 50 кадров в секунду, с просадками, конечно же, и в разрешении 900p, то есть динамическое Full HD до 900p разрешения. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставиться лайк, ну и, конечно же, написать в комментарии, что ты думаешь о данной игре. И в Xbox серии АСС, также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Дискорде, подписаться на мой инстаграм и вступить в мою группу Телеграм, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят, пока, и уже совсем скоро увидимся.